Мария попала в места не столь отдаленной, уже беременной Евой. Женщину осудили за мошенничество и отправили отбывать наказание на три года. Дома остались ждать старшая дочь и муж. Уже через полгода семья снова высоединится, а сейчас озорная Ева яркий лучик света в серых будних женщины. Здесь Марию посетила муза, она начала писать стихи. Какие-то стройки в душе появлялись, какие-то слова. Делала просто черновой вариант наброски. Потом родила Еву. Она мне очень много позитива дарит, очень много положительных эмоций. Поддержка родственников у меня самое главное, потому что я знаю, что я им нужна, мы им нужны, что они нас ждут домой. Это как бы придает сил и надежду какую-то лучше. Стихи Марии вошли в опубликованный сборник поэзии «Женщин-заключенных». Когда они изложили это в стихотворной, в поэтической форме, конечно, мы на самом деле видим, что эти люди действительно стали на правильный путь. Да, и поэтому эта книга, она и была названа при условии, что об этом нас попросили сами авторы с чистого листа. В этих стенах собрались женщины, которые нарушили закон. Сейчас они отбывают наказание и работают с санитарками в детском саду при колонии или швеями на фабрике. После смены мамочки спешат провести время со своими детьми, которые знают, что такое свобода, разве что из книжек. Они родились здесь и никогда не покидали этих стен. Эти малыши с особым трепетом ждут новогодних каникул. В эти дни мамы смогут больше времени провести с ними. Мы здесь тоже стараемся сделать какой-то семейный праздник. Также накрываются столы у них, также телевизоры. Везде у нас есть просмотр новогодних телепередач. Утренники. Это не последний сегодня был утренник. У нас будет еще утренник, еще будут подарки. У нас распланировано все до 10 января. Часть осужденных женщин живут вместе со своими малышами. Для того, чтобы не разлучать родных людей, здесь созданы все условия. Спальни, ванные комнаты, столовая и игровая. Однако дети проживают в колонии вместе с мамами только до трех лет. Потом их передают родственникам или в дом малютки. Мария Ильевна, Григорий Бляшаков. События.